Какое ЧП произошло? Ты меня хочешь снимать? Конечно. Ты что, шутишь что ли? В каком я виде? В каком? В обычном виде. Ну, как живет человек. Что произошло? Что произошло? Не знаю, что произошло. Соседи травят? Ну да. Что, получается, задувает оттуда? Да, и сюда просто выходит, я уже картонку тут положила, постелила. Получается, а когда же началось? Ну, когда они включили вытяжку, когда поставили. Но дело в том, что я думаю, что мы виноваты, понимаешь? А что ты думаешь, здесь стояки на каждого, на каждую квартиру, что ли? Я даже не знаю, Роман, вообще не знаю. Сколько квартир по этому стояку? Ну, 10 сколько. И 10, думаешь, есть этих? Черт его. На каждого рассчитано. По идее, вот наш стоят. Ну да. И мы сюда должны были врезаться. Но вы что сделали, и вытяжка, чтобы еще и вентилятор был? Ну, наверное, так делали. А теперь люди поставили мощную вытяжку, и передувает просто, тебе задувает сюда. Вот я купила этот. Где клапан? Вот, клапан, знаешь, как он мне тут рассказал, поставить. Подожди, надо знать, как ставить. Ну, что же знать, как ставить? Ага, подожди. Вот видишь, не знаю. Ну, вот так, а что? Так, да. Ну, только нужно, подожди, нужно наклонить чуть-чуть, наклонно. Ну, что? Чтоб там закрыто. Так вы же вы сами туда и поставили. Не-не-не. Стрелочку, тем более, тебе нарисовали. Да, это же я попросила. Не, ну, тут сообразить-то не тяжело. Куда? А, стоп. Да, сообразить не тяжело. Он подклинивает. А что он подклинивает? Да ну что, оно будет так сильно открываться? Ну, конечно, ну, вытяжка вот раз. А что же оно подклинило? Тань, вот, то рви его, если что. Ну, я думаю, что он может разработаться. Да ничего там такого. Так куда ставить? По стрелочке туда? Ну, нет, по стрелочке вставишь к плите. Вот так вот. А, это сюда получается? Да, и наклонно чуть-чуть. И наклонно, да? Чуть так, чуть наклонно. Вот блин, ну что, неужели нельзя было сделать, чтобы он одевался на вот эту, на раструбку? А, ну, тогда же так. Это мне придется сейчас вырезать кусочек гофры, давай ножницы. Кусочек гофры вырезать. Может, ножичек вот этот, нет? Ножичек? Ну, вот такой. Ай, вот этот, нет? Не знаю. Какой же ты кусочек вырезать? Такой? О, пошел хорошо. Что тут происходило, рассказывай. Мы неправильно когда-то врезались. Да нет. То, что врезались, то сегодня, что происходило здесь, взрывалось что-то, кошмар какой-то. А, ну, взрывали канаты, вот, 8 ракет прилетело. Я насчитала 7 взрывов. 7 было этих, дымов. Потом, говоря, он жил и лихой, он говорит, уже отбомбили. Ну, короче, сидите. Хотела, ну, ложится из-за, один раз. Не так, когда было сильнее. Я даже не поняла, сначала не поняла, в чем это, в карьере где-то, что-то, в каком карьере. Да, ну, у нас их хата подпрыгивала. Первые взрывы тут ПВО отстреливалось их. Ну, первый раз. Первые взрывы. А потом вот, когда уже за ракета взрывается, то уже конкретно. Тогда сына, да, у нас тоже прям. Так, где ты говорила, что окна у кого-то повылетали? А, да в первом подъезде на лестнице, форточка вылетела. Так, ничего. Ну, это не так страшно. И что, свет пропал? Свет пропал? Ну, пропал, потому что, оказывается, ударили по какой-то подстанции. Может быть, там тоже из-за этого получилось, не знаю. На железнодорожной какой-то подстанции. Короче, везде бьют, лишь бы. А зачем тут железнодорожную подстанцию? Что тут? Бо твари, просто твари. Русские. Не просто так, а вот твари. Мы же тебе говорим, насрать и все. Ну, поезда идут. Ничего такого. Приехали на рыночку. Что? С кем обращение? Сказала Сири, что она не знает, как отвечать тебе на такое обращение. Короче, вот так. Жить в скворечнике. То соседи травят, то еще что-нибудь. То заливают, то травят. Хорошо хоть на самую верху скворечника. Да, очень хорошо. Кто такой? Картонку уже вытаскивать? Да, я же еще не собрал. Вот. Типа вот так работает. Под наклоном, ты говорила, сюда? Да, чуть-чуть лети наклонно сюда. Короче, не знаю, его подклиниваю. Короче, если что, будешь по нему скучать. Взяла шваброй, раз. Ну, технологии современные. Шваброй взяла, бах, но он только так, чтобы не рассыпалась эта система. Потому что я не знаю. А ну ты поставь, а я... Нет, слышишь, трубу? Трубу туда привезти. Слони, а я включу. Включу, проверим. На, держи. Ну, чтобы не надевать, а просто включить и проверить. Включить, проверить. Сейчас я зажму здесь хомуты. Да мне главное, чтобы оттуда. Ну, как я ее часто включаю. Я тут сейчас ничего такого не вижу. Раньше... Окна сильно тряслись. Ничего не трясусь. У тебя бронированная. Ну, меня тут дома защищают пока. Вот, не хочу говорить, потом на запись расскажу. Наташа... Включай. Николаев, ты-то тогда испугалась. Включи его. На высокую схвать включи. Выключай. Зависло или нет. Ну, дуло туда, да? Ну, так я не знаю, зависает оно или нет. Я снимаю оно, вроде бы, нет. Нормально. Оставь так. Ты имеешь в виду? Нет. У тебя дело открыться, откроется и не закрывает. Открылось, открылось, наверное. По уровню его ставите. Ну, не знаю, сказал, чтобы чуть наклон был, чтобы оно лежало. Ну, он, сука, подклинивает. Ну, не подклинило. Мы же включали только, что он уже не застрял. Значит, чуть-чуть там открывается. Немного. Немного, наверное, открывается. Давай второй. Красота. Не знаю, как оно будет работать. Ну, надеемся, что будет. Ну, главное, что там было, да. Чанит или нет? Чанит? Ну, да. Оно выключит. Главное, чтобы там закрыто было, чтобы проходило. Вроде опустился. Да. А как ты чувствуешь? Ну, рукой щелкнуло вроде. Вот так люди и живут. Скотч, окна. Лучше пешком ходить, наверное. И здоровья больше будет. Если вдруг дом подпрыгнет, люди может застрять или вообще оборваться. Ну, вдруг где-то рядом приземляется говноракета. Хотя могут приедешь, обрушится лестничная пролета. Но тут хоть ты на ногах, но зацепишься там где-нибудь зубами за перила. А если в лифте, то тупо летишь в коробке вниз. Хорошо, если где-то что-то улавливатель сработает, но навряд ли. Короче, одновременно 13 ракет выпустили. Морского базирования, эти, да, как их калибры. И старые. Старые те, что Украина передавала еще, когда подписали Будапештский меморандум о ненападении. Когда Украина передавала ядерное оружие. И ракеты же также передавали. У нас же много частей было ракетных. Все же это аннулировалось за счет подписания. Взамен подписания договора о мире, сотрудничестве и ненападении. Сейчас нашими же ракетами, которые мы передали, нас и домбят. Так что вот так. Такое количество выпускают одновременно. Понятно почему. Потому что уже большая часть их сбивается. Один калибр что-то там миллионы долларов стоит. Посрать вообще. Вообще посрать. На туалеты, на магазины выпускают. Летит он. Те миллионы долларов летят в парашу. Вообще. Пофигу, что можно было вместо этих ракет за эти бабки людям жизнь сделать нормальные. Туалеты поделать. Поделать города, деревни все. Что газофицировать. Пофигу. Я вообще в шоке. Да что нам грустить-то? Нам грустить-то нечего. Мы готовы. Просыпаешься. Утро. И главное по утрам. Ты видишь, историю повторяют. Ровно в 4 утра. Киев бомбили, нам объявили. И вот они прямо этим, ну прям не могут они вот. Долбак. Включают на кассете эту музыку, песню. И жмут на кнопки. Да ну там фулы нечего. Запуск ракет. Мы повторим. Блядь и повторяют, только фашист. Фашизм повторяют. Это капец какой-то. Только слышишь. Хлопки, хлопки. Пововна, пововна. Бу-бу-бу. Аж занавески из окна вот так. Блядь. Пожелаю вам, кто этим занимается, тоже это почувствовать. И вашим детям, чтобы еще тоже. Умеранг никто не изменял. Обовязково будет. Взаимностью. Взаимностью. Ааа. Я же все взаимно. Вы ко мне хорошо, как вам? Вы ко мне плохо, я взаимность тоже у меня. До речи, читала вчера, не знаю, это правда, новини или нет, что там что-то в Бурятии и еще что-то в Мордове, по-моему. Что-то там хотят объединяться от России. Но подождите, те сами Бурятии скоро до вас прийдут и будут ваших женок так само делать, что значит, что вы женщинами и детям. То уже пускай они сами у себя разбираются, мне вообще насрать. Нет, так я же говорю, что это может быть бумеранг. Вы там родились, что у нас вот таки в Буче поробили эти Бурятии. Они сами все это увидят и не надо, я не люблю что-то ванговать, там рассказывать того, чего реально, я не знаю. Того, что знаю, мы это посмотрим. Ну, понимаешь, новины, чьи новины? Не знаю. Вот, не знаю, видишь. Дожди, я сказала, что я не скажу, что это правда и виновь. Это как вариант, но это не точно. Это не точно, потому что 20 лет людям льют в уши говно. Оно так быстро не поменяется, понимаешь понятие? Тех же бурят, тех же... Оно так быстро, оно будет, но не сразу. То такое, мне вообще посрать, я же говорю. Если страна не хочет жить со всем миром в мире, если народ не хочет жить со всем миром в мире, а просто хочет срать соседям, ну как с этими соседями может жить, ставьте на место, что же, себя на наше место там. Я вообще не хочу к вам обращаться, кто неадекватный, но так получается, что я пытаюсь вас опять лечить. Но вам нету лекарей, нету. Горбатого только могила исправит, все. Тут по-другому не может быть. Одессу шуруют, опять домбят Одессу. Порт, там где зерно. Только подписали про зерно, только подписали. Вот, свежая, еще ручка не засохла. Перо, еще капля от чернила, еще держится. Тут же жмут кнопку и домбят порт. Ну, это так самое. Там где зерно. А зерно, это уже куплено другими странами. Это не украинское зерно, оно уже куплено. Украина просто должна его отправить, а вы не даете. То есть вы стрелете не только в Украине, вы стрелете тем странам, которые купили за свои деньги это зерно. Это так же, как было на Донбассе. Там подписывали перемирия, да, они стреляем, и все, потом начинают стрелять. А потом говорят, Украина, да, там что же. Ну, то же история. Ну, история. Ну, их нахер, то же история. То, что они повторяют, то так и есть. Ну, так уж. И тактика не меняется. Брехни, тактика не меняется. Ни в чем. Не со своим народом, не с другими странами. Сказали одно, делаем, вот перевернули все с ног на голову. Все. Вот это политика такая. У нас тут склады боеприпасов. У нас тут укропили. В Одессе, да, прямо в Одессе хранили. У нас тоже стреляли. В Кропивницком, да, куча этих боеприпасов. В голове что есть, или нет, чтобы такому верить? Америка ждет, пока они используют полностью весь запас вот этот. А ракет уже ж, блин, ну, 3000 там, что ли, ракет. Ты представляешь, с какие бабки и все. Запасы заканчиваются. Вот это они по парашам, по магазинам дамбят. Америка ж, ну, они не такие тупые и дурные. Они возьмутся, вот мне кажется, мое мнение, они возьмутся уже в то время, когда они взялись за гитлеровскую Германию в 44-м или в 43-м, я не помню. Когда уже полностью ослабленная была. И тогда только Америка конкретно подключилась. Понятно, что это за счет жертв Советского Союза было, за счет потерь. Все то же самое, только сейчас за счет Украины, за счет потерь инфраструктуры. Но все отстроится, у нас все со времен Советского Союза. Ни дорог, старые здания. Идешь вот это, едешь на том лифте и молишься, чтобы вдруг последние секунды жизни. Все, все старье, все. Даже я скажу, что как-то и не совсем жалко, что его все разрушат, потом отстроится. Но людей, людей не вернешь, жизни не вернешь. Да, людей, а по количеству, сколько людей из этих тварей? Люди сейчас, кто в Польшу попереезжали, я думаю, многие перекрестились и говорят, слава богу, что я тот Донбасс покинул, я никогда не выезжал, я не видел, как люди могут жить. Дай бог, чтобы человек устроился хорошо, и он будет только вам рад и благодарен, что вы его вытолкнули оттуда с той жопы. Многие просто потеряли семьи, многие поумирали. Короче, что вы мне вам, кому я рассказываю? Кому я рассказываю? Сам себе до вас, блядь, в одно ухо залетело. А некоторые вообще пишут, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, как подзгиб не мает, ты не понимаешь. Говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь. Язык понимает, это как в поле чудес. Открыл все буквы, не смог прочитать слово. Это то же самое. Ну, тут диагноз. Поэтому со своими общаемся зрителями, те, которые знают ситуацию, те, которые понимают. Также общаюсь, потому что есть россияне, живущие в России, я не знаю, кто они по национальности, это для меня не важно. Главное, что человек адекватный. И да, многие говорят, этот пиздец просто они не поддерживают, но всему свое время. Понятно, что очень там все закручено, все гайки насчет свободы. И просто так выйти, и что-то сказать самому. Ну, это просто смертеподобно. То есть, что вышел, что сразу можно спрыгнуть здесь с многоэтажки, проще проявить протест свой так. Поэтому подписывайтесь на канал, делимся информацией. Все, ничего, все без приукрас. То, что есть, видите, то и рассказываем. По возможности будем показывать. Нет возможности, пока не показываем. А будет возможность, обязательно все будем показывать. Всем удачи, до следующих видео. И мира всем. И адекватности в голове.